40 градусов. Очень сильно хочется пить. Камера не охладится. 45 градусов. Я не могу больше терпеть. Возможно, в реальной руке. Мне кажется, мне срочно нужно выйти. Выхожу! Я не вытяжу. Привет, я Энни Мэджик, и со мной тут мои песики, котики и другие домашние животные. Помните, ребята, я проводила эксперимент с электрическим мошенником для собак и кошек, конечно же, ни в коем случае не на питомцах, а на самой себе, чтобы продемонстрировать абсолютную негуманность и опасность подобной вещи для воспитания своих домашних любимцев. Так вот, сегодня прекрасная погодка, чтобы провести еще один эксперимент, который я никому не советую повторять. А все потому, что недавно я прочитала очередную новость о том, как какой-то любящий хозяин оставил свою собачку в машине на жаре около торгового центра. И это не какая-то там необычная ситуация в нашей стране. И за дня в день хозяева совершают одну и ту же ошибку. И во всем мире, в том числе и сегодня, я хочу попробовать это на своей шкуре. Точнее, кожа. И поэтому, до того, как я начну свой эксперимент, я обязательно прошу вас поделиться этим роликом в социальных сетях и распространить его как можно больше. Потому что чем больше людей... Юмичу уснула. Какая у меня крутая реакция. Спасатель, я прям раз и подхватила Юмичу. Чем больше людей узнает об этой проблеме, тем меньше животных окажутся в опасности. Так что, ребята, обязательно ставьте лайк этому видео, репостите его в свои соцсети и пишите в комментариях внизу, что вы думаете. Этим вы поможете мне распространить эту информацию. Потому что сейчас лето и эта проблема стоит реально остро. Но до того, как я пойду нагревать на солнце машину, ставить туда градусик, устанавливать камеры и одеваться потеплее, чтобы почувствовать себя кошкой или собакой, я обязана вам кое-что сказать. Помните, недавно мы с вами участвовали в челлендже в лайк? Так вот, у меня для вас еще одна новая крутая новость. 30 июня в лайк стартует новый конкурс этого месяца со звездами, только теперь Егор Крит Челлендж. Если тут кто-то еще не в курсе, что такое лайк, то это приложение, в котором можно делать прикольные музыкальные ролики со спецэффектами, всякие классные видео, делиться ими с друзьями, в общем, проявлять свой талант. А победителей ждут самые крутые призы, в том числе 1 миллион рублей. Так что, ребята, участвуйте, качайте лайк, снимайте туда подобное видео, как у меня. И размещайте его в своем лайк с хэштегом Егор Крит Челлендж. Ссылку на приложение и свой лайк я оставлю в описании. Добавляйтесь ко мне, лайкайте мои ролики, а я буду лайкать вас. И, может быть, кто-то из нас победит. Птички поют, солнышко светит очень адское, на улице очень жарко. Вот тут, под вот этим вот небом, на солнце прямо будет стоять машина. Жалко, что через видео невозможно передать, как сейчас жарко. Сейчас в эту адскую жару на переднее сидение этой машины сяду я. Конечно же, я не буду подвергать этому эксперименту своих животных, потому что это абсолютно небезопасно. Именно это я пытаюсь и донести этим роликам. Пока что здесь очень душно, жарко. Я сейчас села в нее, и у меня на градуснике 29-30 градусов тепла. Я одета в такое вот достаточно теплое кигуруми. Для тех, кто не знает, кигуруми это такой костюм, он на пуговках. Это как такой теплый комбинезон, у него нет отдельных штанов и кофты. У животных есть шерсть, и понятное дело, что теплообмен у них другой. Шерсть пропускает воздух намного лучше, температура тела регулируется лучше, чем у человека в теплой одежде. Но все-таки это ближе к реальности, чем если бы я сидела в футболке и шортах. И я думаю, что это все-таки усилит реалистичность моего эксперимента сегодняшнего. Уже прям дышать тяжело. Градусник работает, все с ним нормально, и сейчас на нем 33 градуса, ребят. Итак, становится уже гораздо тяжелее дышать, хотя я не провела здесь даже 15 минут. В общем, я живу в таком месте, в природных условиях. А что происходит с машинами в мегаполисах, где вокруг один бетон, раскаленные дороги, раскаленные бетонные здания? Очень мало растительности, прохлады. Я знаю не понаслышке, потому что я долгое время жила в Москве, и я знаю, что такое, когда ты оставляешь машину на жаре. У меня есть собачка идет там на улице. Человек, который держит под контролем все снаружи. Так вот, история моего желания снять этот эксперимент началась с того, как я увидела собаку в машине, закрытую на жаре, которой явно было уже очень плохо. Хозяева той машины и той собаки пришли, мы с ними пообщались, и я объяснила им, что так делать ни в коем случае нельзя, если они не хотят потерять своего питомца. И после этого прошло какое-то время, и я недавно абсолютно наткнулась на статью о женщине, которая держала свою собаку, закрытой в машине, достаточно долго, несколько дней. Я знаю только одно, что через несколько дней эту собаку вытащили, и в этом очень тяжелом состоянии ее повезли в больницу. Сейчас температура воздуха в машине поднимается уже к 35 градусам. Тело животного, какой бы большой собака ни была, оно по-любому меньше. И вот тут важно понять, что и органы животного тоже намного меньше, чем наши. Соответственно, они слабее. Если вы подумаете хорошо, то вы поймете, что чем меньше животное, например, почему у хомячков срок жизни гораздо меньше, чем у собаки, тем меньше его органы, тем меньше нагрузки они способны пронести на себе. И если у вас наступит шок после 50 плиток шоколада, то у животного наступит шок после первой плитки. Температура воздуха поднялась до критической отметки 40 градусов. Какая-то слабость, что ли, появляется в конечностях. И тяжело. Не могу прям вдохнуть, сделать полный вдох. Насквозь мокрая футболка. Очень тяжело дышать. Практически невозможно нечем дышать просто в этом закрытом пространстве. Мозг как... Слова все теряются. Не соображаешь ничего. И единственное желание это выйти туда на свежий воздух. Очень хочется. И безумно. Очень, очень сильно хочется пить. Что происходит с маленькой собакой по типу моей? Чихуахуа маленькой. С кошкой, у которой тонкие органы, тонкий организм очень. Что происходит с ними? Просто сложно представить, насколько им плохо. С большой собакой, наверное, у нее чуть меньше симптомов. Но тоже, я думаю, очень нехорошо. Камера пока выдерживает, но она реально очень горячая. В машине все, кипяток, вся панель. На губе, на верхней, как будто они менее полные вот здесь вот происходят. Я не могу как будто пошевелить губой. Как будто... Ну, то есть, очень странное чувство. Как будто нерв просто вот дергается. Даже шевелить ей, как... А не менее какое-то вот здесь происходит. То же самое вот здесь вот на лбу. И несмотря на то, что на улице я вижу солнце, солнечную погоду, очень хочется выбраться. Он капает. Вот здесь у меня внизу лежит такая штука от звука. И вот на нее капает пот. Я не знаю, видно там камеры или нет. Я не представляю, как еще работает камера. Она просто кипяток. Она горячая настолько, что вот прикасаешься к ней, можно обжечь пальцы. Я не могу включить камеру. Соответственно, у меня не работает микрофон. Мне пишут временно недоступно. Подождите, пока камера не охладится. Не могу включить камеру. Я взяла айфон. У меня дергается глаз. Я прям это чувствую. Я трогаю голову и вижу, как у меня брызги летят. Насквозь мокрое тело просто. Дергается глаз и онемела верхняя губа полностью. Температура в машине сейчас 45 градусов. Больше невозможно терпеть. У меня пот скапывает просто изо рта. Брызги летят, когда попадает в рот вода. У меня голова я не могу больше терпеть. Речь становится какой-то странной. Возможно, реально рука онемела. Мне кажется, мне срочно нужно выйти. Выхожу. Руки. Я на улице дождь еще пошел. Мне кажется, у меня состояние, как будто у меня сейчас случится приступ сердечный. Зря мы не взяли с собой врача. Мне кажется, я говорю очень немнятно, как будто это как приступ какой-то. Я буду раздеваться сейчас. Но на улице находиться такое. Кайф. Мне реально сейчас страшно, потому что у меня вот здесь под глазами как дергается и руки трясутся. Лицо дергается. И я не могу говорить. А вдруг у меня инсульт? У меня рука дрожит вот так вот. Я надеюсь, это не навсегда. Так, я пойду сейчас. Как-то надо охладиться. Всего несколько минуток дождя, и снова вышло солнце. Очень жарко. Этим опасным экспериментом, который я ни в коем случае не советую никому повторять, я хотела продемонстрировать, что если человеку за такой короткий промежуток времени становится настолько плохо в машине, на таком солнце, на таком пекле, на такой жаре, то что происходит с животными, которые не могут выбирать, и их оставляют там их же хозяева. В общем, ребята, я прошу от вас репоста, поделитесь этим видео, расскажите о нем друзьям, чтобы люди не совершали таких ужасных глобальных ошибок, не закрывали своих животных в жару в машине. И детей в том числе. Переходите по ссылочкам на новые видео на других моих каналах, и увидимся скоро в новых роликах. Пока!